Муж ушел, допустим, жестокая судьба долбанула, муж ушел. Ну, естественно, женщина что думает? Муж ушел, надо что делать? Тянуть назад мужа. Другого назад, Ирина Иска-Перегина. Отлично. Еще та ниточка не закончилась, уже следующую. Тогда вообще ничего не получишь. Вот муж ушел, и ты сразу. И другого искать. У тебя еще та связь осталась в сердце, а ты уже другого искать. Как ты будешь его искать? У тебя сердце связано с тем человеком. Женщина же как ищет мужчин? У ней в сердце есть щупалец такой. И он всем говорит, я свободная, свободная я. Такой, как бы, энергетический, такая ниточка. И она на конце обрывается. Ну, такая, как это, ну, в космосе видели, как присоска такая соединяется, и все. И семейная жизнь там уже, как бы, образуется, союз Аполлоны соединились. Или, допустим, самолет летит, там это вот тоже так ищет, 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 и бензин пошел. Вот. Ну, примерно так. На тонком плане. И ей этой ниточке все равно женатый, он неженатый. Она вот ходит и смотрит. Ловись, рыбка. Лучше большая, чем маленькая. Вот. Ходит и смотрит, улыбается. Живет так вот. И рыбка какая-то. Оп. Сердце, ну, как бы, совместимость такая, рыбка такая, заинтересовалась. И она сразу чувствует. Поклевка пошла. Мужчина думает, может, она не знает, что я ее люблю. Она знает, но ты ей не подходишь просто. Она чувствует, что он, как бы, присосался. Как бы, клюнуло. Знаете, иногда рыбаки, они, как рыбачат, такая, поклевка сильно такая. И прямо это, ну, поплавок уходит прямо на метр туда в воду. Думает, ну, наверное, акула. Тянет тоже вообще, невозможно вытянуть. И там вот такой бычок, вот такой маленький. Ну, зачем вообще, мне это надо. Вот, а уже привязался и такая, ну, сколько можно, что с ним делать. Вот так это происходит. Да, женщина, так ведь? Уже присосался, как бы, а не нужен он такой человек мне. Мне хочется щуку. Сама какого-нибудь, а тут бычок вот такой. И клюнул-то как сильно. Ну, а когда муж уходит, ниточка-то осталась с ним, связана. Ты чем будешь присасывать-то мужиков? У тебя же там, не как у осьминога там, куча этих вариантов. А только один щупалец. Буха только один сделал. Он ушел. Муж, ты с ним связана. Как ты будешь нового-то искать? Идея неправильная. А что делать? Как сделать так, чтобы вернулся муж? К обеду не жди, твой песик. Я тебя не держу, не держу, не держу. Так а ты не сама держишь, не держишь. Это Бог вообще людей держит. Это он создал эту ниточку, связь эту. Это Бог создает. Причем тут отпустить. А как ты его отпустишь? Это Бог тебя держит. Я тебя отпускаю. А он не отпускается, гад. Что делать? Жестокая судьба разрушила отношения. Какая аскеза, какие добрые дела нужно совершать, чтобы восстанавливалась семья? Надо помогать людям. Человек, он сильно, очень скован на себе в это время. Муж ушел, и она начинает думать о себе, о своей жизни, и днем, и ночью, думает о себе. Чтобы разорвать этот порочный круг, то есть она штопором пошла вниз. Судьба толпанула, и ты в штопор. Как из штопора вырваться? Две помидорки. Берут, выкапывают из горшочка. В горшочке он думал, там целая вселенная помидорка. Думала, там так классно, а там очень мало места. Ее выращивали в горшочке, чтобы пересаживать. Она не знает свою судьбу. Она думала, сейчас в горшочке обустроюсь, а для помидорки корни, вот земля, почва, это ее жизнь вся. Ну, как для нас гражданство, допустим. Вот. И она там обосновалась, как бы, в этой гражданстве своем, российском. И тут раз тебя выдергивают, и в Казахстан. Ну, то есть, вот ее выдергивают, две помидорки, и сажают. В хорошей земле, нормальной земле сажают, но незнакомой. И она не умеет там всасывать пищу еще из этой новой почвы, у нее нету навыка. И обе помидорки, они так, и завяли сразу же. Почувствовали себя плохо, потому что все хреново, жизнь поменялась. Ну, одна помидорка, она очень сильно тосковала по горшочку по-своему. И думала, теперь уже ничего хорошего не будет. А вторая помидорка, она так подумала, ну, как бы, везде же помидорки живут. Надо как-то вот, забыла про себя, начала всем желать счастье. Оторвалась вот от своей вот этой реальности помидорной. Вот. И вот та первая, она уже ее потом вообще даже не нашли. Она завяла, высохла и сгнила через два месяца. А вторая, у нее уже огромные большие помидоры, она такая большая, выросла красивая. Через два месяца она уже забыла, что ее пересаживали. И в ней все теперь классно. И вот это и есть отправная точка, понимаете? Или ты засохнешь, или ты расцветешь. Ты можешь оторваться от своей памяти, от своей несчастной жизни, или не можешь. Единственный способ оторваться, это начать делать кому-то что-то хорошее. Вот, допустим, я разок из Красноярска, в Красноярске вышел из дома на лекцию поехать, и машина не пришла сразу. Ну, я же, надо что-то смотреть, для лекции же материал надо собирать. И я смотрю, скворечник. Ну, такой, бутылочка висит такая на дереве. Там дырочка, внизу семечки, и воробушки подлетают, по семечку берут. Вот, и я смотрю, семечки кончаются минут за 20, наверное, за 30. Потому что очень активно идет подклевка, так сказать. Кто-то, значит, постоянно подкладывает, значит, кто-то смотрит за воробушками. Я смотрю в окна, вижу, сидит бабулечка-красотулечка. Смотрю на нее судьбу. Дети разъехались, мужа нет. Жить не для кого. Есть два варианта. Или сдохнуть, или кормить воробушков. И она такая счастливая, она смотрит, как они клюют. Это ее сейчас смысл жизни. И слава Богу, что она отключилась от того, что у нее никого нет, никого у этого человека нет. Просто она одна. И она вот живет вместе с воробушками, кормит их. И счастлива. Почему? Потому что она смогла переключиться. Когда жестокая судьба бьет, она что тебе делает с тобой? Совсем один. Один, совсем один. То есть человек чувствует пустоту. Он чувствует, что он никому не нужен. Он в каком-то таком пространстве оказывается, в котором нет никого вокруг. И поэтому мы так и говорим. Приходите в клуб благости. Сразу же вы окажетесь среди людей, которые вас поймут. Будут вам радоваться. Человек должен вырваться из этой западни с помощью добрых дел. С помощью служения другим. Самое простое доброе дело, бесплатное какое. Не надо вкладывать деньги, ничего. Я желаю всем счастья. Силы начал, я желаю всем счастья. Именно так у меня и получилось. Мне когда было где-то лет 22-23, и у меня были там какие-то сложности с Минститутом, и я такое чувствую, что я погружаюсь в себя и начинаю думать о своей жизни. Уже спать не могу, постоянно мысли. И я такой думаю, а противоположное что вот этого состояния? А противоположное думать о других. А что я сейчас могу людям сделать? У меня даже денег нет. Не могу никому помочь. И у меня такая мысль. Желать всем счастья. Я такой сел, я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Потом начал лекции читать в 23 года. Мы на лекциях постоянно желаю всем счастья повторяли. И так дальше. И пошло-поехало. 30 лет уже лекции читаю в результате. А когда ты работаешь, ты работаешь, ты работаешь, ты работаешь? Ага. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И это вот знание, оно потом постепенно раскрылось в сердце, что человек... Который попадает в жестокую судьбу, он попадает в тиски памяти. Она заставляет думать слишком сильно о себе. Постоянно о себе, о себе и о себе. И что с человеком происходит? Он теряет себя. Разрушает свою жизнь. И что надо сделать? Восстать надо. Причем есть разные варианты восстания. Например, женщина не может выйти замуж. Надо заботиться, любить всех. Что такое замужество? Вот для чего женщине дают мужа? За какие-то такие заслуги? Женщина – это человек, который любит людей. Запомните. Женская красота означает любовь к людям. Вот мужики людей любят или нет? Кто людей любит? Ладно, это вы, значит, развили в себе это. А женщины, они все любят людей само собой. Вот, допустим, человек лежит на дороге, женщина не пройдет мимо, понимаете? Он лежит, она будет, что с вами? Начнет интересоваться. Понимаете? Мужики проходят там, а лежит, лежит, что ли? Наверное, сдох. Или почти сдох. А женщина, она сразу так, давайте там скорая помощь, все. Женщины любят людей. И поэтому женщине Бог дает человека сначала одного, потом из нее другие вылазят. Но этот, который как бы с ней, он еще не знает. Он думает, я вот девушку полюбил, а она окажется к маме сильно привязанной, тебе придется с мамой дружить. А если у нее собачка, значит, будешь собачкой жить тоже. А потом из нее начинают вылазить еще другие люди. А какие вылазят будут, ты не знаешь. И тебе им всем придется служить. Готов? Готов. Отлично. Видите, мужчина, на все согласен. Что сапфиры и алмазы, жемчуги и бирюзу. Все отдать готов я сразу за красивую глазу. Хорошо. И так девушка вот понимает, что от нее требуется. Она замуж не может выйти, она о чем думает? Хочу такого человека, чтобы не пил, не курил, цветы всегда дарил. Тетя мама называла, там был к спиртному равнодушен. В беседе был не скучный, к тому же, чтобы он и красив был, и умен. Вот. Она думает, думает об этом, и она что получит? Комбинацию из трех пальцев она получит. Потому что она никем занимается. Чем она должна заниматься? Она должна начать делать то, что ей хочется. Ей хочется заботы, ласки, любви, внимания. Вот она должна о всех людях заботиться, ласково себя вести со всеми. И внимания всем оказывать. Как в морозке, да? Вот она, в сказках же все есть. И Золушка тоже. Золушка. Она же всех служила. И она кого получила? Принца. Получила. Это так и есть. Она, смотрите, она была идеальным человеком для замужества. Она всегда была веселая. Она никогда не обижалась ни на кого. О всех заботилась. Ее все метали, а ей по барабану. И она классно всегда себя вела. Вот это означает, что она зарабатывала себе на принца. Вы можете же... Не обязательно быть Золушкой. Можно начать прямо сейчас себе на принца зарабатывать. Самое неправильное это пойти сходить к психологу, который тебе расскажет психологический настрой. Что надо визуализировать, сидеть визуализировать. Ну, то есть мечтать, другими словами. И это и есть капкан. Чем больше девушка мечтает, тем меньше шансов, что она выйти замуж. Понятно? Она визуализирует себе там непонятно кого, а по судьбе не положено. Подруги с замужем давно, а я принцессе мечтаю. Его я видела в кино, а в жизни как найти не знаю. Чтобы не пью, не пкурил, и цветы всегда дарить. Смешно, мои хорошие. Смешно-то смешно. Итак, заботится обо всех. Всех любит, заботится. Что дальше? Она проходит определенные стадии. И когда у нее желание замуж становится слабее, чем ее заботливость, в этот момент она первое, что начинает чувствовать. Она чувствует, что ей так хорошо. Не замужем она прекрасно живет, потому что много людей вокруг. Она заботится, и все счастливы, ей дают обмен. И она такая, ей жить уже самой хорошо. Как только самой стало хорошо, сразу она стала красна девица. У ней сразу щечки румяные. Она такая самодостаточная. И парни начинают смотреть. Почему они начинают смотреть? Потому что пока она сохнет, и она никому не нужна. А как только она начала самодостаточной быть, сразу всем понравилось. Все. А потом еще надо быть сильной, чтобы выдержать вот этот удар судьбы. То, что на тебя смотрит, ты сразу не поддалась. А как бы помните в этом фильме девчата, да? Он ей манит, а она его. И на то дорвался. Значит, у него будут проблемы. И она от него не зависит. И радуется. И он потом... Бобик сдох. Вот. Итак, в социальной связи. Муж врубануло. Желаю всем счастья. Заботьтесь обо всех. Выйди сначала из штопора. Потом, конечно же, молитва. Что такое молитва? Правда, молитва действительно очень сильно помогает. Судьба вот здесь вот находится. Вот здесь находится душа. Знаете, где душа находится? Солнечное сплетение. Это у зайцев там. В пятках еще скажет. Ну, давайте, выходите. Я вам покажу, где у вас душа. Где вы находитесь. Вы. Да. Вы находитесь там. Вы душа. Вечная душа. И она размерами с атом. Искорка такая светится. И она прям стоит четко в одном месте. У всех. В одном и том же месте. Сейчас мы его найдем. Парни вот это вот. Я щупаю. Нет, сейчас прям. Вот. Вот здесь душа находится. Вот я сюда нажимаю не очень. Доброе, нормально. Нормально? Ей душе нравлюсь я. Поэтому она не против. Все, запомнил? Все, идея. У всех там. У всех вот там, в этом месте. Запомнили? Вот там душа. Вечная душа находится там. Когда душа выходит из тела, она может двигаться. Если она двигается вверх, она уходит в рай. Если она двигается вниз, уходит. Или через солнечное сплетение, если выходит, то уходит на землю опять. А если ниже идет, то в ад. А куда она уходит, это зависит от добрых или злых дел. Они перевешивают. Если добрые дела, всем счастье желала, про себя забыла. Жила для других, значит, в рай. А в ад жила для себя, о Боге не думала. Грешила, и все тогда в ад. Поэтому так в мире все устроено, что бы мы не делали в жизни. Если мы без корыстия не развиваем в себе, Бог нас будет по понусу щелкать. Будет создавать ситуацию, что нам будет хуже жить. Будет испытание нам давать. Итак, насчет добрых дел поняли? Вот чего хотите, то и надо делать. Отказаться от своего желания. И начать, допустим, Мужчина, вот что хочет, когда он, девушка рядом, что ему хочется? Какие-то было расслабляться. Он хочет... Какая-то была. Но это зря. Тут невозможно такого хотеть. Он хочет, чтобы его уважали. Он хочет чувствовать себя, как мужчина сильно. Чтобы она ценила его, уважала его слово, мнение. Он хочет вот такой вот, как бы, победы над женщиной. Победы, чтобы быть сильным рядом с ней. Она чувствовала себя, вот она, чтобы она вот смотрела в рот тебе вот так. Ну и стань таким. Стань сильным. Стань развитым. Стань крепким. Стань выносливым. И когда ты уже таким станешь сам, тогда так на тебя и будут смотреть. Некоторые женщины пытаются доказать свою силу, там заставляют. Это вообще безумие. И если станешь таким, так она тебя будет уважать. Не станешь, не будет. Женщине вообще опасно жить. Потому что если ты не станешь сильным, так она тебя заставит. Будет мучить тебя, пока сильным не станешь. Это они такие, как бы, такие добренькие, на первый взгляд. Я домой приезжаю, пока езжу, как бы я самостоятельный человек. Когда мы приехали, полный контроль. Самооценка падает. Ну ничего у меня не падает. Просто у меня нет своей жизни. Я пришел домой, и все, она полностью контролирует. Так, ботинки сюда, этот туда, за стол. Спать уже поздно. Интернет вырубает. Если я сижу, она... Все, спать. А если что-то не так, то сразу... У вас что-то не так, что ли? Что вы смеетесь? У нас Олег Геннадьевич еще хуже. Что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы жена тебя ценила, уважала? Ну стань таким человеком просто. Совершай аскезы. Ответственность на себя бери. Учись быть сильным. Отказывайся от своих желаний каких-то. Если ты с женой, допустим, конкурируешь. Ты чего столько на диване лежишь? Женщине, если ты это говоришь, то... Чего, хочешь только же лежать? Ну в следующей жизни родишься женщиной, будешь лежать. А в это ты мужчине, надо работать. Не надо завидовать. Женщина завидует часто мужчине. Чего ты все время навязываешь свое мнение? А он мужчиной родился для того, чтобы мнение у него было. Не нравится, женщина живи. Сейчас в Европе уже можно. Она не будет тебе мнение навязывать. Мужчина навязывает, потому что он родился для этого. Он ответственность вырабатывает. У него есть мнение. Почему ты считаешь, что только ты прав? А все мужчины так считают. А не поэтому мужчины. Ну вот и уважай его за то, что он мужчина. А женщину надо уважать за то, что она женщина. Вот она, допустим, нуждается во внимании. Очень чувствительное существо. Одно и то слово не так сказал. Все, обида сразу. Аккуратно разговаривай с ней. Веди себя спокойно, ласково. Тебя же никто не заставлял ее замуж брать. Сам взял. Вот и ходи, аккуратненько себя веди. То есть, хочешь счастливой женщиной быть? Забыть про свое счастье. Сделай так, чтобы она была счастлива. Оставь свои желания, быть счастливым. Забудь про себя. Начни забыть. Не теряй свое достоинство. Как не терять достоинство? Как не унизиться? Для этого нужно быть в связи с Богом постоянно. Итак, мы второй слой разобрали с вами. Ниточка рубится, вас в штопор. Человек начинает думать о себе. Что надо делать? Желать всем счастья, делать добрые дела, забыть про себя, начать жить для людей. Больше социальной активности. Не сиди дома, не смотри телевизор, не мечтай. Иди к людям. Не знаешь, куда идти. Вот есть храм, есть клуб благость, есть лекции, тренинги. Иди что-то делай кому-то, помогай. На улицу вышел, хочется думать о себе. Разрывай это желание. Есть собачки голодные, корми собачек. Есть люди по мусоркам лазают, корми людей. Делай что-то для других. Хочется себе, а у меня мало, у самой Олега Геннадьевича. Будет еще меньше. Иди корми, будет больше. Это социальная сила, означает опять себя заставлять. Опять выходить из зоны комфорта. Опять преодолевать себя. Теперь самое сложное. То, что я сейчас буду говорить дальше в лекции, это самое сложное вообще для понимания, самое сложное. Это высшая цель человеческой жизни. Высшая цель человеческой жизни. Я как-то начал задумываться, что меня толкнуло вот этим делом заниматься, тем, чем занимаюсь. Что во мне такое сидит, что это горит во мне такое, что я вот езжу, постоянно лекции читаю, молюсь, что такое горит во мне. В прошлой жизни я этим не занимался, позапрошлой жизни я этим не занимался, позапрошлой жизни я этим не занимался. А вот 11 жизней назад, точнее 12, и это я в молитве увидел. 12 жизней назад я встретил человека, который светился. Он плакал от любви к Господу. Я прям вижу эти слезы. Он, его аж трясло от вот этого вот счастья в отношении с Богом. И буквально несколько минут вот пребывания рядом, и меня так пробило вот это состояние любви к Богу, что эта память осталась в сердце навсегда. И она начала вспоминаться сейчас в этой жизни. И вот это вот ощущение желания святости, чистоты, оно с детства вот в сердце как бы чувствуется, что вот надо что-то такое в жизни делать. Постепенно пришло знание, раскрыло знание, что это и есть самое главное в жизни человека, это светить, встретить святого человека. То есть, Бог сам не откроется, нужно через икону как-то постичь святость. Сергий Радонич, там Серафима Саровского, Мать Терезу. Ну, святого человека повесить себе на стену, мысленно кланяться ему, думать о нем, молиться ему, чувствовать, пытаться почувствовать его, понять. Через священное писание, святую книгу, через поклоняться, пытаться постичь эту чистоту и глубину. И когда человек вот эту чистоту и глубину начнет чувствовать, то дальше все в жизни поменяется. Все станет по-другому. Итак, когда судьба плохая, жестокая действует, что она захватывает в нашей жизни? Что она захватывает? Что? Память человека она захватывает. Самое главное, запомните, это память. Вот как определить, допустим, что у человека тяжелая судьба? Да нет, это все не то. Память захватывает и не плохая память. Вот смотрите, допустим, вот если человек, допустим, живет, и он в основном не думает о себе, а просто ему хорошо. У него хорошая судьба или плохая? Хорошая, вообще не думает о себе. Как только пришла какая-то проблема, человек начинает о чем думать? О себе. А если он целыми днями думает о себе? А вот если вы сейчас лекцию слушаете, вы слушаете лекцию, хотите включиться, но не можете включиться, потому что сильно думаете о себе. Поднимите руку, у кого такая ситуация? Это тяжелая судьба. А если вы не можете спать даже или заснуть, все время думаете о своей жизни, о себе, это значит, вот она, что у него есть тяжелая судьба. Все это определяется по памяти. Как определить у меня легкая судьба или тяжелая? Определяется с помощью памяти. Если вы постоянно думаете о своей жизни, о своих отношениях, о себе, значит, пришла жестокая судьба. И вы прикованы к себе постоянно. И эта же методика, она применяется и в вопросе победы над судьбой тоже, знания об этом, о памяти. Память это главное у человека в жизни. И что может оторвать память от себя? Люди не знают, как Антона поет. Новая встреча, лучшие, средства от одиночества. Вот, он поет. Не факт. Человек, допустим, потерял близкого человека. Ты моя мелодия, тайна долгого пути. Ну, ты как бы, девушка любимая ушла, ты хоть встречаешь, хоть не встречаешь. В сердце память остается. Тебе уже ничего не надо. Ты такого не найдешь себе. Потому что новый человек не решает вопроса. Вопрос решает только Бог. Потому что как только любовь к человеку имеет горячую природу и больную. Мы болеем людьми, болеем друг другом. Понимаете? Человек больным становится. У него поднимается температура, жар в сердце. Сердце гибнет у человека. Гибнет, понимаете? От человека, от другого. От Бога что происходит? Легкость. Чистота, радость, свобода при контакте с Богом. Или человеку вот это сто лет не надо. Мы такие тупые. Нам вот эта легкость, радость, чистота, спокойствие. Сто лет не надо. Нам надо страдать от человека. Понимаете? Мучиться. Да, нам надо вот это вот. Нам надо вот страдать, мучиться. Понимаете? Нам сильно хочется этого. Нам не нужно чистоты любви, красоты, верности. Нам это не нужно. Мы этот вкус забыли здесь, в этом мире. Нам нужно страдать, мучиться, гореть по кому-то. Страдать нужно, гореть. Погибать надо по человеку. Понимаете? А чистого, светлого вкуса нам не нужно. К сожалению. И это большая проблема. Потому что если человеку чистого, светлого не нужно, то значит тогда он счастье не будет в жизни испытывать. Потому что если он по женщине горит, то она его не будет любить. Для того, чтобы у тебя все хорошо в этом мире было, тебе нужно в сердце, чтобы было легким, чистым, светлым, радостным. Память о себе должна быть минимальной. Память о себе сжигает жизнь. И для этого нужно просто иметь знание, как постепенно эту память о Боге включить, развивать и сделать сильной, четкой, ясной, чтобы твоя внутренняя сила никогда не гасла, чтобы ты всегда успешным был в жизни, счастливым. И в конечном счете постиг высшую цель жизни. Себя почувствовал вечной душой, свое вечное отношение с Богом. Все к этому должно прийти. Если ты почувствуешь, что и родишься очень высоко тогда, не здесь, на земле.